МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. Постоянный зритель помнит вас по работе в погранкомитете и в госсекретаре Совбеза. Вас по праву можно считать экспертом по национальной безопасности. Ну, давайте начнем с АЗОВ. Вот сегодня, накануне выборов 2025 года, наша национальная безопасность, она зависит от внутренних проблем или всецело от внешних? Делить внутреннее и внешнее сейчас сложнее, чем раньше. Почему? Потому что гибридные технологии начинают влиять. И даже вот изменения, которые вносились в новую концепцию и в доктрину военную, они все эти вещи начинают учитывать. Почему? Потому что даже внешняя реакция какая-то, угроза, она всегда рассчитана на то, что должна появиться внутренняя. Реакция на эту угрозу. Да. То есть это как бы паз, рикошет, да? Вот. Или как бы катализатор. То есть внешняя угроза должна стать катализатором угрозы внутренней. Ну, на это и рассчитано, как правило. Поэтому сейчас вот эти вещи разделять, наверное, сложнее и особенно вычленять, откуда появляется эта внутренняя угроза. Ведь она у всего есть причины и условия по логике вещей, да? И когда начинаешь разбираться, то в большинстве внутренних угроз и внутренних опасностей и так далее всегда причина лежит с внешнего контура. Даже 20-й год, после которого было вот это все переварено и сделаны выводы, оценки и так далее, то здесь получается, что было обнаружено, что большинство проблем мы поймали снаружи. Это как, ну, наверное, походили без маски, да? Ну да. Все, все, что мы потом от чего избавлялись и прочищали, это все было принесено извне. То есть, в принципе, сейчас ситуация такая же. Нам внутренние проблемы могут попытаться навязать извне. Да. И это будет очень сильно взаимосвязано. Да. Но мир в целом, в принципе, взаимосвязан, да? Мы же понимаем это. И говорить о нашей национальной безопасности мы будем издалека. Да, хорошо. Вот ближневосточный конфликт. 7 октября, вот буквально на днях, исполнился ровно год, как открылся этот портал в ад. И эксперты считают, что это был повод для того, чтобы приступить к плану, который существовал всегда. План расширения территории Израиля. И повод якобы был искусственно инициирован. И вот мне интересно, как лично вы оцениваете именно такое мнение и в целом текущую ситуацию в ближневосточном регионе? Ну, территориальные амбиции Израиля я бы считал как бы первоначальной темой. Но смысл в том, что в этом случае Израиль выступает в качестве ключа от дверей в ад. Потому что, если начинать смотреть, то, ну давайте, кто возглавлял общину еврейскую до создания государства Израиля? Ротшильд. Потом мы начинаем смотреть, и везде появляется постепенно тема нефти, тема Советского канала. Когда была шестидневная война, которая много там поменяла в экономике, она была после того, как Египет национализировал Советский канал, который до этого контролировали и владели, кто Франция и Англия. Потеряв контроль, они вынуждены были использовать Израиль в качестве вот этого вот рана, удара. После которого вот эта вот ситуация поменялась. Они опять вернули контроль, но как бы это была собственность национальная Египта, но тем не менее контроль не вернули, потому что это коридор, через который идет значительная, практически серьезная доля всего товарооборота. Дальше. В это время Израиль получил определенные территориальные преимущества. Начиная даже с 40 года создания, когда вообще-то происходило создание самого конфликта арабо-израильского первого, такого вот. Там тоже получили территории шестидневная война, тоже получили территории голландские высоты, там Синайский полуостров, западный берег Икиардан. И все потом это отразилось после реакции арабского мира, что у нас получился кризис. Цены скаканули на нефть. И когда считаешь, чем обернулось, как это проявлялось в Америке и в Европе, то я нахожу определенную аналогию то, что это было то же самое, что происходит сейчас. То есть аналогия есть? Да, ну просто как зеркало все идет в этом плане. Дальше, если смотреть вопросы интересов каких-то, давайте обратимся к более таким, немножко давним. Кто первый контролировал нефть в мире? Семь сестер. А это как раз вот те компании нефтяные, которые контролировали 80% мирового рынка нефти. Это картель, который потом был смещен ОПЕК. ОПЕК поломала эту схему. Дело в том, что картель это те, кто продавали нефть, а ОПЕК это те, кто ее добывает, по сути дела. Вот такая маленькая революция произошла. И причем, опять же, это все было связано с вопросом как раз вот того кризиса 70-х годов. Совмещается. Дальше интересный момент еще такой всплывает. Что возникло после того, как Семь сестер, это все, вот Shell, там, Брифтиш Петролиум, это все, кстати, три нефтяные компании, которые входили в это Семь сестер, они выходцы из Стандартойл. И здесь все происходит, кто сменил Семь сестер и когда появились. Сразу после того, как исчезли Семь сестер, появилась Большая Семерка. И теперь Семерка продолжает войну за интересы этих семь сестер, ушедших. Она продолжает борьбу уже с ОПЕК. Ну, то есть, по сути, она продолжает борьбу не за интересы стран, а за интересы корпораций. Корпораций, да. С кем они воюют там? Кого сейчас вот постоянно задевает Израиль в этом плане? ОПЕК плюс. Вот. Поэтому речь идет о нефти. Нефть не столько территория. Израиль просто получает в качестве преференции возможность отвоевывать территории. Но, тем не менее, он помогает обслуживать вот как раз вот этот интерес нефти. Правильно ли я понимаю, что вот это формирование Израиля как ударной силы, вооружение, создание мощной армии, которая сравнима по численности вооружения с армией Ирана, даже в отдельных позициях превосходит, при том, что разница населения в восемь раз, что, в принципе, это борьба не за защиту территории и суверенитета Израиля. Это борьба постоянно, исключительно за ресурсы. Вы же поймите правильно. Если смотреть котировки нефти, да, то, допустим, давайте так называть, это кардиограмма рынка, да, а война, которая там сейчас происходит, это как дефибриллятор. Ну да, в любом случае. Хорошо, можно ли говорить о том, что нынешняя эскалация, она самая мощная по количеству задействованных сил и самая большая по количеству жертв среди мирного населения? Ну, если смотреть то, что происходит в секторе ГАЗа, то в 40 раз потери Палестины за 200 человек, да, 40 тысяч погибших. Более 40 тысяч, да. 10 тысяч пропавших без вести. 16,5 тысяч погибших детей. Ну, там более 60% погибших женщин и дети. Да, 80% больниц и жилого фонда уничтожено. Вот, там 60-40% коммерческих и других вещей. То есть, это настолько неадекватный, да, вариант ответа, что такое ощущение, как будто стирают с лица земли сектор ГАЗа. И я скажу так, тоже вот интересный момент описывают. В 2000 году Англичане, Британия нашла на шельфе, как раз в экономической зоне Палестины нашла ГАЗ. Около триллиона фунтов квадратных. Это очень большое месторождение. И, в принципе, как говорят некоторые эксперты и специалисты, Израиль не за территорию, а за этот шельф начинает. Почему? Потому что его уже даже обвиняют в том, что он стал выдавать лицензии. А есть еще один момент. В этом году заканчиваются права Британии на этот шельф. Понимаете, как? А кому они перейдут? Должны перейти, как его, Палестине. Тогда явно очевидно, что они не перейдут Палестине. Вот почему-то такое ощущение возникает. Ну, я же говорю, Израиль уже раздает лицензии. Раздает лицензию вместо Палестине. На этом шельфе. Нормально. Хотя, говорят, было соглашение, которое якобы поделило. Американцы заставили их подписать соглашение. То есть поделили. Вот там два месторождения есть на этом шельфе. Одно из них газомарина. И сказали, вот вы здесь добывайте, вы здесь, и все нормально будет. И вот как-то, вроде бы, как все было нормально, но Нитаньяху от этого соглашения решил отойти. И вот это вот, все это там закручивается, заворачивается, куча интересов. Но газовый вопрос тоже ставит как один из приоритетов, почему вот эта ситуация происходит. Почему война продолжается, да? Да. Но вот, смотрите, Митлеван заявил, что накануне гибели лидера Хейсбалы Хасана Насралы он практически согласился на прекращение огня с Израилем, да? И о чем были уведомлены и США, и Франция. Вот зачем убивать было того, кто согласился на мирные инициативы? Получается, причина именно в необходимости продолжать войну? Да. То есть, отвечая на предыдущий вопрос, да, мы фактически сформулировали вот этот ответ на это, да? Мир, просто мир в планы Израиля сегодня не входит. Да, они использовали вот этот теракт, нападение в свое время на фестиваль как плод. Вот. Но причины лежат другие. И причины, я же говорю, нефть, газ, Суэцкий канал, все там. То есть, интересы в данном случае израильского народа и интересы израильских политиков это разные? Да, совершенно разные. Вот этот конфликт может стать тем самым крушением мировой системы сдержек и противовесов, которая выстраивалась десятилетиями. Понимаете как? Вот мы как раз и находимся в плену теории того, что есть какие-то сдержки, противовесы и так далее. А разве не вот? Если говорить в каком-то геостратегическом формате, да, то сдерживать друг друга пытаются пока только США, Россия и Китай где-то, да? Вот. Все остальные в этой системе не участвуют. Потому что сдержками и противовесами сегодня выступают уже сами конфликты. Вы же посмотрите, вот как только весы начинают где-то что-то невыгодно становиться, да, туда начинают подкладывать гирьку чего? Конфликта. И эти гирьки уже расставлены по всем этим чашам. Это кто снимает, то ставит, то снимает, то ставит. И получается, когда нужно что-то подправить, этот вес убирают или добавляют. Поэтому сами войны, сами конфликты, это есть и человечество сегодня сдерживается только вот этими вещами. Ну, то есть, смотрите, я слышу, что позиция России, да, призывы к миру и однозначно мироволюбивая позиция нашего президента. Это факт. Но там, где война, сразу появляется США. Ну, или точнее, наоборот, там, где США, там начинается война. Но своих солдат они не посылают, готовы просто разжигать техникой и долларами этот пожар. Вот, хорошо. Понятно, какую цену платит Украина сейчас. Экономика, территории и сотни тысяч погибших. А сколько за это заплатит Израиль? Или мы говорим о том, что платить будет не Израиль, допустим, а Палестина, Иран, Ливан? Судя по тому, как идет конфликт, то расплачиваться за это будут, да, арабские страны. Арабские? Да. И даже не арабские страны, а ОПЕК. Потому что все замутилось и все закрутилось именно вокруг интересов корпораций, связанных с нефтью. Ну, это то, о чем мы говорили. Американских Америка сейчас является одним из первых лидеров в месте добычи и продажи. Ну, они, отодвинув Россию, хорошо себя чувствуют. Иран, вы же посмотрите, Иран загнали вообще в подполе с точки зрения нефти. Иран построил нефтепровод в сторону Китая в обход Армургского пролива. Проблема и болячка Армургского пролива сегодня торпедируется буквально. Еще вчера о нем, ну, как бы вспоминали вскользь, что да, есть такой пролив, через который идет пятая часть нефти, пятая часть газа, что это все там очень проблемно, опасно. А сегодня Израиль уже обвиняют в том, что он еще не сделал. Его обвиняют в том, что якобы он перекроет Армургский пролив. Но с другой стороны, а зачем ему это своя нефть у него идет по нефтепроводу, которая идет Китаю, по сути дела, и Индии. Александр Владимирович, знаете, вот у меня интересная возникла ассоциация. Мы уже минут 15 говорим об этой проблеме, да, и при этом мы ни разу не вспомнили организации, которая, по сути, должна быть регулятором всех мирных процессов, включая санкционные, да, не только решения военных конфликтов, но и как бы прерогатива ООН давать вообще-то разрешение на санкции, но мы про нее не вспоминаем. Гутерриша делают невъездным персоной нонграта в Израиль. Это нонсенс, который в мировой истории надо еще поискать, подобного рода прецеденты. То что, получается, ООН окончательно сдулась? Или мы еще надеемся на то, что эта организация сможет восстановить свои позиции? Тогда за счет чего? К сожалению, мы, наверное, уже больше из вежливости, то есть структуре, которая себя отжила. То есть время циклично, Лига наций в свое время себя изжила? Да, и точно так же изжила из себя. Вы же посмотрите по итогам последнего саммита будущего, да? Вот. Ничего же не произошло. Ничего. Даже больше, я скажу так, в этих документах больше проскакивало интересов тех, кого ныне обслуживает эта организация. Там, где это стоит здание. И здесь мы, к сожалению, вынуждены признать, что нужно менять не что-то в организации, а менять организацию. Поэтому выходят новые новые игроки, новые центры. ОПЕК это, по сути дела, глобальный юг по составу. Китай, Россия, БРИКС, то есть все начинает формироваться. а пакт будущего, да, он предусматривает противодействие многополярности. Ну да, согласен. Ну вот, смотрите, с разгоранием этого конфликта мы говорим цифры тысячи убитых детей, взрывающиеся пейджеры, то есть это терроризм на уровне уже государственного. И при этом рушится западная пропагандистская база о неприемленных российских действиях на Украине. Ну то есть мы ставим на чаши весов и получается, что абсурд. То есть очень сложно стало не замечать того, что происходит сейчас не на Украине, а на Ближнем Востоке. Вот есть шанс, что если не западные полистики, то хотя бы простые западники, имеется в виду, люди перестанут демонизировать Россию и наконец-то поймут, что не Беларусь с Россией виноваты в том, что происходит, а есть немножко другие акценты. Сразу вспоминается цитата в стиле того, что ты виноват лишь в том, что хочется мне есть. А, ну да. Вот, поэтому что бы ни делала Россия, она будет всегда виновата. Что бы ни делал Запад, это всегда будет что-то разрешенное, здесь вот на что нужно равняться или еще как-то. Невозможно здесь эти вещи противопоставлять и с ними равняться. Это вот как в психологии для того, чтобы надо понравиться, нужно зеркалить, да. И все, что вот Россия критикует или все, на чем Россию критикует, в один момент просто берут и переворачивают, говорят, а это все нормально. Вот. Не взря же появился термин, а это другое, да. Это другое, да. Здесь очень проблематично, почему тот, кто владеет информацией, тот, кто владеет информационным полем, тот и диктует, что правильно, что нет. Поэтому правила, пока правила диктуют в Америке. Понятно. То есть, я почему и говорю, что до тех пор, пока информационные инструменты будут в их руках, мировые, да, они будут диктовать повестку. Для своего населения, как минимум. Они всем диктуют. Ну вот смотрите, тем не менее, все эти два с половиной года Украина не слезает с полос, главных полос западных СМИ. Люди просыпались с Зеленским и засыпались с Зеленским, да. Вот как вот этот конфликт ближневосточный бьет по поддержке Украины. Вот медийно мы уже видим, что Зеленский сбитый летчик. И даже потому, как его принимали сейчас в США, да, это было заметно даже на уровне их западных средств массовой информации. А финансово? Вот изменилась ли ситуация? Насколько он еще может рассчитывать на подпитку? Дело... Я бы по-другому поставил вопрос. Речь идет не о том, что поддерживают Зеленского. Речь идет об инвестициях, которые потом хотят, чтобы они дали дивиденды какие-то. То есть инвестиции в истощение России для того, чтобы потом урвать кусок. Ведь Украину на сегодняшний день такой помощью ее просто тупо выкупают. Ее берут как бы в залог. А Зеленский здесь просто фигура, к которой этот обман привязывает. все говорят, вот помогают Украине. Чем это помогло Украине? А чем это помогло Зеленскому, кроме как лишних пар особняков? Ну, 300 миллиардов они распилили. Ну, 300 миллиардов распилили там. Вынужден согласиться. в холме, да, в Белом доме. А то, что касается Зеленского, ну, да, он там получил какие-то, может, он с точки зрения какой-то разбогател на горе собственного народа. Он его просто продает, продает землю, продает страну, продает промышленность. То есть он все распродал. Он является, так сказать, человеком, который под видом кризисного управляющего по сути дела обанкротил эту страну и сдал ее на торгах. А то, что говорят ему помогают, помогают Украине, это все прикрытие. На самом деле это просто путь, коридор, по которому вытягивают последнее из этой страны. Тут же нельзя не увязать еще одну тему, которая с Украиной, непосредственно с Ближним Востоком, это, знаете, еще одна вершина треугольника. Меньше чем через месяц американские выборы. И понятно, это будет либо новый президент, либо из подола старого вылезет Харрис. Красавица, умница с этими книжками, с белыми страницами. Мне очень нравится. И мы тут как раз вспоминаем Ближневосточный конфликт. Самое уязвимое место Харрис во внешней политике, да, это поддержка Израиля в войне в Газе. То есть это потеря мусульманского электората и протестное настроение очень сильное. Поэтому Харрис сейчас во все обращается к восточноевропейским диаспорам. Получается, что арабы теплеют к Трампу, а поляки к Харрис. Получается так? Вот что это даст каждому из кандидатов? И реально ли может сыграть роль на выборах через месяц? Я что-то вот вспоминаю 17-й год, когда Трамп, по-моему, в 17-м году признал новую столицу Израиля. Намек понятия. перевел столицу в Иерусалим. Сейчас пишут, что Тель-Авив это какой-то там просто городок израильский. Поэтому я так думаю, что скорее всего у Трампа больше шансов. Почему? Потому что интересы сейчас лежат не в стороне поляков. Власть придержащих. То есть тех, кто реально управляет. То есть это далеко не первая тройка интересов США. Это самое не Харрис. Они не играют важной роли как таковой. Да, им отводится какое-то значение. Но это опять же куклы, как говорят, которые одевают на раку. Интересы чьи? Те, кому нужна нефть. Я говорю, что победит тот, кто даст возможность зарабатывать на нефти и это ближайшая задача. Ведь и Ротшильды, и Рокфеллеры, они зарабатывали свои капиталы на нефти и финансах. Все остальное вы же не найдете нигде, что там они там производят холодильники, там, СВЧ, там, даже машины. Нет, нет. Они играют совершенно в других вещах. И войны все крутятся. Не из-за того, что там машина моя лучше, твоя хуже. А из-за того, что у кого нефть, контролирует этот рынок. Александр Владимирович, тогда получается, что условно, условно, самостоятельный или более-менее выглядящий самостоятельным Трамп, он гораздо менее выгоден тем, кого интересует нефть, чем падающий с трапа Байден или там вечно смеющийся Харрис. Да? Получается так? Да. Ну, тогда будем говорить прямо, как-то вывод очевиден и результат уже очевиден. Ну, давайте, Лавров сказал, что им, россиянам, все равно, кто победит. Вот она, белорусам. Как говорил президент, мы будем передерживаться своих интересов. И чтоб там ни крутилось, ни вертелось и ни менялось, мы должны думать о своей стране в первую очередь. Поэтому у нас нет желания ни с кем не ссориться, не воевать, вот, но в то же время уступать какие-то позиции своих национальных вопросов, нам тоже нет желания, и мы уже знаем, как только мы чуть-чуть начинаем уступать, она сразу пытается одеть что? Ерму очередную. Да, очередную ерму. Или сесть на шею, свесить ноги, еще и плевать надо. Да, 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 то есть это пакет, которым придушить. Поэтому здесь правильно Лавров говорит, что разницы тут никакой не будет. Интересы очевидны, очевидны и ясны. Кто создавал первую или как бы участвовал в создании первой российской нефтяной компании? Шелл. Когда был кризис 73-го года нефтяной, да, за счет чего, и ОПЕК тогда стал раскручиваться, за счет чего выползла Европа и в принципе все остальные. Знаете почему? Потому что нефтепроводы, которые прокладывались изначально к восточной советской, социалистической части Европы, стали работать на западную тоже, в том числе, и поставлять. И Европа выползла вместе с Америкой, кстати, выползла за счет советской нефти. Советская нефть почти там два раза, по-моему, подтянулась туда и газ в том числе. Именно тогда американцы создали себе запасы стратегические и стали развивать нефтепромыслы путем разрыва, гидроразрыва. Теперь они вышли на определенный уровень, и вот эти вещи они что стали выключать? Ведь Россия тоже игрок на нефтяном рынке. Очень крупный игрок. ОПЕК они душат на Ближнем Востоке, Россию душат за счет Европы, выхолощивания, и начинают замещать автоматически своими возможностями. И все начинают считать, нефть подлетит, считают просто дикие цифры. Сейчас нефть под 80 в районе 80 играет. Если начнется сценарий перекрытия Армурского пролива, то прогнозируют аж 200 и выше. Понимаете, для чего? Даже посчитали, сколько понадобится для того, чтобы разблокировать, то есть подавить Иран с точки зрения блокировки Армурского пролива от месяца до трех. Но это расчеты без учета новых технологий войны, которыми овладел Иран. Я очень сильно скептик к этим расчетам, потому что по их расчетам они в течение полугода должны были задушить и Беларусь, и Россию санкциями. Два года уже душат непосредственно Россию после начала СВО. Нас уже душат 27 лет, по-моему, если мне память не изменяет, с 97-го года. Все никак результат не могут добиться. Поэтому, может быть, эти все подсчеты для бедных, но посмотрим. Давайте вернемся к войне. Вот после того, как закончатся дешевые украинцы, США намерены на Россию бросить чуть более дорогих для себя поляков. Нам-то украинцы ближе, а для них, как говорится, дороже поляки. И это не выглядит фантастикой. По данным Минобороны, Польша, численность польской армии составит более 200 тысяч человек. 207,5 они называют эти цифры, а в перспективе 300 тысяч. И это делает ее, по сути, третьей по численности армии в НАТО после США и Турции. Вот при этом никакого бряцания оружием типа нет. И получается, что нам показалось, что нам угрожают. надо просто вспомнить историю, как относились в Европе к Польше, к Речи Посполитой. Ее сколько раз делили? Ее же делила не чисто Россия. Нет, конечно. Ее делила Европа, по сути дела, все время. И никогда Польша не была ценностью для Европы. Ведь я даже вспоминаю 1994 год, тогда еще служил в МВД и все время приезжали немцы. И они учили нас бороться с нелегальной миграцией, с наркотрафиком. Была такая программа партнерства во имя мира. Меня тоже пытались. реинвестфалия, земля, оттуда приезжали спецы. Семинары, экскурсии туда организовали. Для чего? Для того, чтобы поменять статус Польши. ее, когда принимали Евросоюз, ее сделали буфером. И следующим буфером должна была быть Беларусь. То есть переход скачет. Поэтому буфер есть буфер. Почему поляки у нас такие нервные? Потому что они так и не смогли с себя снять приставку буфер. Почему у них с этим забором почему их натачивают на какую-то войну с нами, но оружие как такового особо не дают. Да, это расходный материал. То, что не жалко. Я не сказал бы, что Польша чуть-чуть дороже, чем Украина. То, что пускают в мясорубку, то, что бросают это такой я бы сказал, Польша это штрафбат. За свое европейское нынешнее состояние она должна будет заплатить взятием вот этой высотки. То есть это штрафбат, как и у немцы там поставят свои пулеметы заградительные, мягко говоря, грубо выражаясь. А Польша будет пытаться атаковать эти направления. И правильно, наши опасения в том, что не от Польши это зависит. это решение будет явно не в Варшаве приниматься по приготовлениям. Да, их готовят на штурм. То есть интересы самих поляков никого не интересуют? их даже никогда не спрашивали. Их никогда не спрашивали, с этим я полностью согласен. Достаточно вспомнить 1938 год. Вспомните про зерно. Вот свежий пример. Поляки бастуют, кричат ай-яй-яй, а зерно это идет? Куда идет? В Европу. В Европу. И польские фермеры загибаются, это правда. Ну, смотрите, на голубом глазу сумасшедший нардеп от партии Слуга Народа Украины заявляет, что абсолютно важно перенести войну не только на территорию Брянской и Курской областей, но и в Беларусь. И это происходит все в Вильнюсе, где базируются наши беглые. И они все засунули свои языки куда подальше. Это факт. И вы назвали этого недодепутата грязным ртом ЦИПСО. Почему? Почему именно такую формулировку выбрали? Ну, потому что я не усмотрел там мозга. Это даже не голова. Явно он далекий от этих вещей человек. Это раз. Во-вторых, вот это заявление говорит о том, что он ничего не понимает. И на фоне других фейков это в том же разряде, в том же коэффициенте глупости и наглости и абсурдности. Но оно будоражит. Будоражит простых людей, простые мысли. люди начинают сомневаться. И это явный вброс. Для такого он сам бы не додумался. Почему молчат беглые? Так они же мечтают вернуться на штыках. Понимаете как? Это вот как белая гвардия, да? Которая сидела в Париже и мечтала вернуться на каких-то там штыках. Японцев, французов, англичан, американцев вернуться в свою Россию, да? Ту, которая была. Ведь беглые, они потеряли не родину, они потеряли свои, так сказать, кормушки, на которых они тут сидели. Ведь тазики стояли у нас, а подбрасывали в них откуда? С фондов, с фондов западных и так далее. То есть они все сидели на содержании. Их здесь лучше кормили. Не мы кормили. Здесь они были нужны. Их те кормили лучше здесь, чем кормят там. Поэтому они будут молчать. И они рассматривают свое участие в этих вещах. Они пытаются стать в строй этим идеям. И пристроиться к этим атакам. Они тоже об этом заявляют и пытаются говорить, что мы там что-то захватим, мы что-то возьмем. Но это для дестабилизации. Ничего они не смогут. А заявление о том, что якобы наша армия увидев бравых высоушников сразу же сложит оружие. Для чего это вбрасывается такие нарративы? Игра на дурака. Понимаете, как это? Бравада ни о чем. Бравада ни о чем. Это как план в перамоге, да, что Беглых, что Зеленского. Это вот мечты, которым не суждено сбыться. Но помечтать же никто же не запрещен. Первый же обозначил, что его спросили в Москве, красная линия-то где? И он обозначил в очередной раз, да, что это государственная граница. И Медведев же точно так же заявил о праве применения тактического ядерного оружия в случае подобной провокации. То, что вы сказали, да, то, что вы сказали, что белорусы слишком померковные, этот нарратив вбрасывается, да, он для меня понятен абсолютно. Это делается специально даже не для внешнего, для внутреннего потребления. Мол, типа, когда придут освободители в очередной раз. Это же уже было в 41-м. Да, нужно поднять лапки кверху, сложить оружие. Ярко показываю. Да, хроника говорит об этом хорошо, вы правы абсолютно. Вот. Но 8 октября президент, когда был на этом совете глав государства СНГ, он обозначил, во имя мира мы принимаем сегодняшнее обращение, вот цитата, да, к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы. Вот почему именно этот акцент был сделан в обращении. Именно такое обращение по содержанию. Это владение ситуацией, в первую очередь, обстановка и понимание проблем, которые за этим стоят. Если обратить на весь тот мусор и шелуху, которая вьется в информационном пространстве, то периодически бросается в глаза, как люди, изображающие себя казахов, киргизов, таджиков, начинают клясть те времена, которые связаны с Великой Отечественной войной, с вопросами советского периода, они начинают разжигать межнациональную рознь и так далее. Здесь в принципе последние скрепы, которые еще могут нас держать, это память о той войне. Как только мы забудем эту войну, мы потеряем все. Ведь не зря же существует теория, аксиома, война закончена тогда, когда умирает последний солдат. Похоронен последний солдат. исходя из этого, мы хотим показать, что мы эту войну не забудем никогда. Мы не имеем права ее забывать. Несмотря на то, что она 80 лет назад, уже сколько поколений сменилось после этого. Но здесь это цементирующее условие. Для всех, для казахов, киргизов, узбеков, русских, белорусов. СНГ это по сути дела такая легкая форма СССР. Облегченная. Лайт. Но тем не менее, это то, что держит нас вместе. Мы до сих пор не можем разрывать ни экономические, ни социальные, ни политические, ни культурные связи. Это все нити, за которые прошивка такая, стран. Как только их отрезают, допустим, Грузия пообрезала, что из этого получила? Грузия, Молдова, Украина. Армения сейчас пытается. Зачем? Лучше не стал жить никто. Только разорвал эти связи. Это правда. Никто не стал жить лучше. Александр Владимирович, к сожалению, последний околофилософский вопрос. Вот мир в мире сегодня не в приоритете. Ну, мы это выяснили, да? Такая грустная тавтология. Как говорил Махатмаганди, мир это не отсутствие конфликта, а способность справляться с ним. Вот как получилось, на ваш взгляд, что значимых успехов в мирной жизни добилась именно страна, которую называют последней диктатурой? Дело в том, что мы все время стремились к миру. Наша цель и задача мир, потому что это то условие, при котором мы можем развиваться. И вот возвращаясь опять же к концепции национальной безопасности, наша задача какая? Не допустить войны и сохранить мир. И военная доктрина точно такая же. Да, мы готовы к ответу, мы стремимся поддерживать эту готовность, но наша главная цель мир. Все наши достижения, они имеют мирную почву и мирную причину. Ну, то есть базу. Да. База это мир, а все остальное на стройку мы построим. Опять же, почему нас пытаются втянуть в эти конфликты и так далее? Подстегивая что? Гонку вооружений. Ведь посмотрите, это как американцы, они в каком плане? Я бы назвал политику американцев, это политика сбежавшей невесты, да? Они объявляют свадьбу, но на нее не приходят. Точно так же, как гонка вооружений. Они заставляют всех готовиться к войне, но тем не менее, американцы же не дураки. Если цель была бы война, то чего ждать? Давайте сразу стрельнем. Они все время держат в таком напряжении, чтобы кто-то к чему-то готовился к тому, что априори не будет, но на всякий случай все равно надо. Это работа на истощение. Почему даже мы сейчас вынуждены понимать и признавать, что военный бюджет нужно прибавлять. А прибавлять за счет чего? За счет того, что нужно где-то подрезать в мирном плане. Естественно, надо думать о социальных программах, расходах на нормальную жизнь. Чтобы где-то отнять. А это и есть та ситуация, чтобы поработать над истощением. Ведь раз работают над истощением России, а чего мы? Другие, что ли? Да, мы сказали, мы сейчас лупанем по вам ответам, хорошим, конкретным и так далее. Может быть, поляки потому и там собираются и имитируют какое-то наращивание возможностей и ресурсов, да? Может, они не собираются. Смысл-то в чем? Главное, чтобы мы готовились. А раз мы начинаем готовиться, значит, мы где-то начинаем поджиматься. Александр Владимирович, мне остается только пожелать всем нам, чтобы вот этот базис мирный не был разрушен, и тогда наша надстройка, с ней будет все в порядке. И крыша не поедет. Спасибо вам за этот разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok